МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Алексея Вербицки. Сейчас о главных событиях этого дня. Пришла, когда не ждали. В эти выходные Первоуральцы вместе с другими жителями Свердловской области отмечали в календаре 94 и 95 февраля. Аномальные снегопады вызвали множество аварийных ситуаций. С чем пришлось столкнуться уральцам, расскажем в сюжете. Так этот двор на улице строителей выглядел с утра в субботу. Упавшие деревья образовали некие арки, под которыми проходили люди. Живым навесом накрыло и припаркованные по соседству машины, а особо массивные ветки оборвали провода. Пробочка. Стою уже 12 часов. Здесь я переночевал. Вон и маленькие стоят. Стоят в обе стороны. Никто никуда не едет. А такая обстановка 4 мая была на региональных дорогах. Замело так, что прямо на проезжей части образовались высокие сугробы, а на некоторых трассах автомобилистам пришлось маневрировать между поваленными из-за снегопада деревьями. Где-то из-за разгулявшейся стихии госавтоинспекторам пришлось даже ограничить движение большегрузов и автобусов. В связи с обильными снегопадами и понижением уличных температур до отрицательных значений. На дорогах региона образовалась гололедица и снежный покров. Такие условия неблагоприятны для управления автомобилем. Спасатели развернули на трассе Пермь-Екатеринбург мобильные пункты обогрева для тех, кто уже был не в силах бороться со стихией. Многие водители приняли решение переждать непогоду на обочине. Так безопаснее для меня, чтобы дальше не ехать. Лучше просто я, чем где-то потом лежать. Для меня так. Ценей будет машина, и я буду ценей. Чтобы расчистить трассы от снежной каши и наледи, выехали 140 единиц техники, комбинированные дорожные машины, автомобили с отвалом и автогрейдеры. Казалось бы, уже ничем не может удивить уральцев капризная погода. Но такого не ожидал никто. После апрельских теплых дней, 2 мая в Свердловске пошел снег, какого и в зиму не увидишь. Эти кадры сделаны в Свердловске в начале мая 1984 года. Тогда за сутки сугробы выросли высотой в полметра. Кажется, в 2024-м уральская погода решила отметить снежный юбилей. 40 лет. 1984 год, 2 мая. Были сугробы по колено. Я работал тогда на 38-м маршруте. Это что творилось, непонятно. Танк 55-й или 54-й. С лопатой. Чистую плотинку, площадь. По данным первоуральских энергетиков, сильный ветер и мокрый снег оставили без электричества микрорайоны Динос, Магнитка, Ельничный, Пильный и часть Шайтанки. А также поселки Белимбай, Староуткинск, Хрустальную, Прогресс и Перескачку. Всего стихия повредила около 32 воздушных линий электросети. Вышли на работу все в ночь, с пятницы на субботу. Несколько человек находилось в диспетчерской, в том числе и я, координировали работу, бригад. Порядка 7-8 бригад постоянно было в работе. Уходили отдыхать только поочередно. Работала постоянно, круглосуточно. Более 30 человек, персонала, более 15-15 спецтехники. Сейчас, как заявляют специалисты, все лэб восстановлены. Большая часть населения вновь получили электричество. Сегодня энергетики продолжают работу. Не перестают трудиться в усиленном режиме и первоуральские коммунальщики. На протяжении выходных наши коммунальные службы проводили работы по очистке дорог, тротуаров, остановок лестниц от снега, убирали упавшие ветки деревья. Благодарю всех жителей, кто провел собственную инициативу и оказал помощь в очистке территорий. Отмечу, что на сегодня уборка города, последствия снегопада продолжается. По прогнозам синоптиков, потепление скоро все же придет. Вот и снег постепенно растает. Однако начало и середина мая обещают быть прохладными. Большого тепла в течение первой половины месяца не предполагается, согласно имеющимся материалам. Возможно, отдельные дни, когда всплеск тепла будет происходить, там до 15-18 градусов, как вот 8 числа. Но в целом фон вполне умеренный. И даже несколько ниже нормы будет держаться, где-то на 2-3 градуса. Но кто-то все же нашел последствия снежного коллапса приятными. Некоторые пользователи интернета выкладывают в сеть фото зимнего пейзажа, другие в шутку поздравляют с Новым годом. А вот любители зимних видов спорта и вовсе решили возобновить горнолыжный сезон. Виталий Мотин, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск. Вне зоны доступа кольцовские таможенники не позволили незаконно вывезти в Узбекистан партию мобильных телефонов. Сделать это попытался пассажир рейса Екатеринбург на Манган. Но в зеленом коридоре его остановили. Выяснилось, что в сумке мужчина прятал коробки с новыми смартфонами. Инспектор АМ-28-летний гражданин Узбекистана рассказал, что телефоны не его, а он всего лишь выполнял поручения товарищей, которые попросили доставить технику. Задержанный объяснил, что о таможенных правилах не знал. Как сообщили в Уральском таможенном управлении, телефоны в количестве пяти штук признали коммерческой партии и изъяли. А на пассажира составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф сумма от половины до двукратной стоимости смартфона. Большой коллектив большого завода наводит чистоту. Первоуральские металлурги вышли на массовые субботники. Ежегодно для этого они выбирают общественные территории, излюбленные горожанами. Подробнее расскажем в сюжете. Граблями нужно работать не спеша и старательно, чтобы не упустить среди сухой листвы мусор. Для Ксении Кузнецовой первый субботник после зимы уже традиция. На массовую весеннюю уборку с коллективом трубопрокатного цеха номер один Первоуральского новотрубного завода ТМК выходит каждый год. Потому что я считаю, что это очень важно. Это облагораживает наш город, делает его более красивым. Когда идешь уже гулять с ребенком или в компании, уже приятно посмотреть на свою работу с другой стороны. А пока трубопрокатчики наводят чистоту на набережной Нижней Шайтанского пруда, их коллеги усердно трудятся неподалеку, на аллее улицы Ватутина. Сейчас мы специальной защитной смесью обрабатываем наши деревья, дабы сберечь ее кору, чтобы жуки не ползали. Ну и потому что у нас в принципе красивый город, где все цветет, чтобы сохранить красоту. Это самый молодой коллектив студенты-металлурги, недавно пришедшие на завод. Массовые субботники в значимых для горожан общественных местах промышленники проводят ежегодно. И как говорят, работы немало. Задача у нас после зимы прибрать территорию, это убрать листья, убрать сухие ветки, мусор, побелить деревья. После зимы еще оставались сугробы, все мы их разбросали, в теплые выходные все растаяло. Сейчас ребята уже заканчивают приборку. Большую работу заканчивают и сотрудники баллонного цеха. Несмотря на немногочисленный состав, за два дня они привели в порядок участок проспекта Ильича, собрав несколько десятков мешков мусора. Печально, что наши центральные улицы так же замусорены, как и обычные улицы. В основном мусор это стекло, пластик, ну и конечно окурки. Поэтому призываю всех горожан не мусорить, поддерживать чистоту. Не остались в стороне и ветераны предприятия. Территорию, которую они прибирают символичная. Сквер и улица носят имя бывшего директора завода Федора Данилова. Для ветеранов это, в общем-то, святое место. Потому что все ветераны, которые здесь присутствуют, помнят Федора Данилова как директора завода, как человека, который много сделал для города. Эта память объединяет всех новотрубников. Особенно в преддверии нашего праздника замечательного, 90 лет нашему заводу. Прочие металлурги очищают от мусора не только городские пространства. Бригада Совета Молодежи навела порядок у Стеллы Европа-Азия, которая является визитной карточкой при въезде в город. В общей сложности новотрубники облагородили 51 гектар. Собрали мусор и прошлогоднюю листву. Побелили бордюры и более 800 деревьев. Присоединиться к уборке родного города новотрубники призывают всех желающих. Николай Свердлов, Виталий Мотин, Петр Спиридонов и Денис Хромцов. Новости. Первоуральск. Любимец и лучший друг всех советских детей Мурзилка готовится отметить свое столетие. Первый выпуск этого знаменитого журнала вышел 16 мая 1924 года. Поздравить этого забавного персонажа решили в музее кукол и детской книге. Там открылась выставка в его честь. В 1924 году наш Мурзилка появляется в образе совсем не таком, как мы его сейчас любим и знаем. Это была настоящая собака, у которой был хозяин. Затем Мурзилка успел побывать и невидимкой, и мальчиком-пионером, совсем маленьким корреспондентом, который путешествовал по своей редакции на жуках и бабочках, на стрекозах. А уже в более привычном для нас образе в красном берете и шарфе Мурзилка предстал лишь спустя 13 лет. На страницах легендарного детского журнала начинали свой творческий путь такие известные советские писатели, как Самуил Маршак, Агния Барто и Николай Носов, автор Незнайки. Полистать копию первого выпуска журнала можно на выставке в музее кукол и детской книге, а чтобы каждый взрослый смог вновь почувствовать себя ребенком, здесь же посетителям предлагают заглянуть в стереоскоп, разгадать ребусы, послушать грамм-пластинку и даже примерить на себя образ самого Мурзилки. Сама атмосфера, вот эта такая детская, яркая, желтенькая, она сразу тебя угнает в какой-то мир радости детства. И про Мурзилку не то, чтобы я знала много, потому что все-таки это уже не моего, наверное, детства журнал, но в целом персонаж вот этот желтенький, мелькающий, его история развития оказалась очень интересной, но больше мне понравились разные интерактивные предметы, которые позволяют тебе все на себе испытать, там какое-то советское детство чуть-чуть прикоснуться. И на сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова